Новогодние праздники для слободских пожарных оказались жарким временем. Дома вспыхивали гораздо чаще, чем обычно и даже чаще, чем в прошлые новогодние каникулы. Рост пожаров на 100%. С аналогичным периодом прошлого года пожаров было один, сейчас у нас семь. Гибель один человек на территории города Слободского. По причинам пожаров 30% это у нас нарушение требований пожарной безопасности при устройстве печи. И остальная причина 50% это у нас электрооборудование, аварийный режим электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. То есть трагедии происходят чаще всего не по воле случая, а из-за неосторожности или даже откровенной безалаберности людей. Правила пожарной безопасности просты, но почему-то о них зачастую забывают. Прежде всего мы обращаем внимание на исправность отопительных приборов, отопительных печей, котлов, которые граждане эксплуатируют. Необходимо установить разделки, отступки соответствующие с нормами, не разжигать легковоспламеняющими жидкостями, удалять залу, проливая ее из специального помещения и не оставлять надзор затопкой печей малолетним детям. По электрооборудованию мы призываем эксплуатировать приборы заводского изготовления, не оставлять их без присмотра, не перегружать сети. Уберегать людей от стихии пожарные готовы и с помощью профилактической работы. В праздничные дни сотрудники МЧС увеличили число проверок. Мы посещали неблагополучные семьи, многодетные семьи, проводили инспектирование объекта с массовым пребыванием людей. Ежесуточно проводился мониторинг систем противопожарной защиты образовательных, организаций социальной сферы и здравоохранения. Профгруппы сотрудников МЧС обследовали около 200 живых домов. Пожарная охрана все это время регулярно проводила тренировки на объектах. Кроме того, усилила контроль за проездами и исправностью водоисточников.